Так мы продолжаем наши уроки понедельным главам по беседам любаяческого ребя, глава ЦАВ. Называется «Как привести шхину». В конце нашей главы рассказывается о семи днях подготовки. В эти семь дней подготавливали Мишкан к его святой работе, служению Творцу. Каждый день Мошера Бейну устанавливал Мишкан и приносил карбонот, жертвоприношение. Однако наши мудрецы говорят, что все семь дней шхина отсутствовала в Мишкане, а опустилась только на восьмой день, как сказано в Торе, и было на восьмой день, явилась слава Господу всему народу. То есть Мишкане в этом приносном храме приносили жертвы, и шхина, божественное присутствие, первые семь дней еще не находилась там. Возникает вопрос, как можно сказать, что все семь дней шхины не было в Мишкане, ведь каждый день приносились жертвы, о которых сказано их благоухание для Господа. Тем более, что это были карбонот установления жертвенника. Как же может быть, что карбонот, то есть эти жертвоприношения, которые приносились в те семь дней, не привели к появлению божественного присутствия в Мишкане? Конечно же, на самом деле, шхина была в те семь дней, но уровень ее раскрытия был просто ничтожным, по сравнению с тем величайшим раскрытием шхины, которое произошло на восьмой день. Поясним подробнее. Божественное присутствие может проявляться на нескольких уровнях. Наиболее общих таких уровней два. Первое – это раскрытие шхины, появляющееся в результате работы человека. Само собой, оно ограничено в зависимости от духовной ступени, которая достигла эта работа. То есть это раскрытие неминуемо будет ограниченным, сокращенным. То есть это того, как человек служит Всевышнему. Второе – раскрытие шхины, спускающееся сверху вне зависимости от человеческих усилий. Это проявление Всевышнего на таком уровне, который люди достигнуть не могут, как бы ни старались. Разумеется, это раскрытие неограниченное и бесконечное. А как проявляется первый уровень раскрытия конкретно? Тут не обсуждается? Вот человек сделает что-то хорошее и на каком-то… Имеется в виду, да. То есть я думаю, что каждый человек это может ощутить в своей жизни, зависит от того, как он вкладывается. Да, вот он молится, скажем, самозабденно и с полной отдачей. И вот он видит, что происходят какие-то события, или он ощущает особую связь со Всевышним в этот момент, да. Или он читает Элим. Вот у меня была недавняя ситуация в аэропорту. Очередь. Мы буквально опаздываем на самолет. Буквально вот совсем нет времени. И я просто стою, читаю Элим. И вдруг прямо вот перед нами подходит человек, открывает вот эту ленту, прямо раскрывает и говорит, так, проходите. Вот там вот открылись два еще окна. И мы прямо вот тут же подходим. И я просто вижу, что вау, это неимоверно. Передо мной стояло еще 50 человек. И вдруг передо мной открывается лента, и меня проводят сразу к окну. То есть вот в один момент решается вся проблема. И это происходит после того, как я прочитал несколько глав Таилим. То есть это вот, для меня это было как вот прямо это открытие божественного присутствия в этот момент. Что прям Всевышний как будто услышал мою молитву и видел мою ситуацию. И тут же меня спас из этой ситуации. Раскрытие шхины, значит, спускающегося сверху вне зависимости от человеческих усилий. Это проявление Всевышнего на таком уровне, который люди достигнуть не могут, как бы ни старались. Разумеется, это раскрытие неограниченное и бесконечное. То есть более высокий уровень, который как бы Всевышний нам уже дает, уже так, уже независимо от того, что мы делаем. Установка мешкана в первые семь дней, это была подготовка и духовная работа людей. Целью которой было привести к раскрытию божественного присутствия в мешкане. Цель была достигнута, но раскрытие это было ограничено законами природы. Поэтому оно и связано с семью днями, параллельно с семи дням творения мира. Однако на восьмой день шхина опустилась свыше по инициативе Всевышнего, но не в результате человеческих усилий. То есть это был такой спуск по плану Всевышнего. Это было присутствием шхины в его настоящем смысле, бесконечном, выходящем за все рамки сотворенной действительности. Поэтому оно связано с восьмым днем. Как известно, цифра восемь символизирует божественный свет, находящийся выше творения. Вместе с тем Всевышний не желал, чтобы мы получили это невероятное раскрытие бесплатно, поскольку такой подарок считается хлебом стыда, как милостыня, вещь, которую получают без усилий, не заслуживаясь. Поэтому было необходимо, чтобы на восьмой день сыны Израиля проводили службу. То есть мы уже говорили об этом, что ценится то, что мы получаем, прикладывая усилия. Тогда это для нас особую ценность имеет, тогда мы особую радость получаем в результате нашей работы. То, что просто в подарок бесплатно, мы не так ценим, это не так нам дорого. По этой причине Машеробейну и сказала Аарону и его сыновьям. Сделайте то, что повелел Господь, и явится вам слава Господа. Раша объясняет это посредством карбонот, что посредством карбонот и службы восьмого дня шхина будет присутствовать в вас. Разница была в том, что в первые семь дней шхина раскрывалась в соответствии с уровнем духовной работы. А на восьмой день она раскрылась во всей своей полноте. Свыше и служба каренов нужна была лишь для того, чтобы в какой-то мере заслужить появление шхины. На этом заканчивается наша беседа. Хорошей недели, всех благословений, мира, здоровья и всех благ. Аминь. Аминь.